Когда был суп, я ела, а второе поела. А суп съела? Я был уже на гроху, не на гроху. Я съела рис, только я это смешною. Попросила компот, она витально подумала, что я хочу добавки супа и второго. Она сказала, нет, я сказала, а она воротила, что у меня нет компота, и я риса плакала. Да, бедняга. Сегодня у девочек макарошки, котлетка, мясная и огурчик, да. Я теперь аринки делаю всегда с какой-нибудь подливкой. Сегодня я жарила котлетки и протушила их. У меня там получается сметана и сливки. Ну, хотя бы немножечко. Здравствуйте, жопка. Здравствуйте, маленькая кнопочка. Здравствуй, здравствуй, мое солнышко. Это кто тут? Это кто там? Петушок. Кука-реку. Смотри, а где лошадка? Как лошадка делает? Го-го. Да, го-го лошадка. А где лошадка? Покажи мне. Принесла этот планшет. Как ты понимаешь, ты разговариваешь, да? Алло, алло. Ну-ка давай, алло. Алло, Арина, здравствуйте. У меня сегодня второй день после перманента, ну, этот, межресничка. И такие, этот, яркие по сравнению с бровями. В принципе, вроде бы как ничего не изменилось, но все равно идет, получается, ну, прокрас. Вроде бы как, не знаю, прикольно. Вот, а брови уже такие, как будто бы я их накрасила карандашом, и вот спать легла и не смыла такое, что. Но они, получается, когда их делают на первый раз, мне вот девушка, которую я делала, она мне сказала, что, получается, за месяц уйдет 70% цвета. То есть, нужно потом будет обязательно коррекция, потому что без коррекции ничего не будет. И вот уже после коррекции они уже должны держаться хорошо. Арина. Это кто-то такой спрятался. Эй, сладулина. Сидит, тот чай пьет. Сидит, тот чай пьет. А? Кукла. Сидит. Ты что, думаешь, я тебя не найду? Ты думаешь, я тебя не найду? Тебе удобно? А? Ой, за время своего токсикоза я настолько запустила квартиру. Это просто кошмар. Сейчас вот я сижу, ну как сижу, лежу, и я даже не знаю, за что хвататься. Вот правда, вроде бы стало намного легче, в плане того, что лишний раз там голова там не кружится, там еще там что-то. Единственное, что я могу, это заправить кровати, обтереть пол шваброй, и потом как будто бы мне уже все лень, потому что я обленилась. В общем, пока я тут рассказывала, Арина уже наснимала мне все тут вещи. Ну не все, а вот именно вот с этой перекладинки она наснимала мне носки. Доча. Да. Давай, оставим. Кошмарная погода. Здесь не хватит. Вот такую красоту она делала, а я ее сдала. Что там у тебя, красота? Такие сережки. А ты зачем сняла эти штучки? А? Отцепить. Ну так это жена потом на ушко так и держаться, чтобы она держалась. Где они? Надо искать. Получается, такие сережки досивящие. Так уже Кира куда-то делала заглушки эти. Кирочка, аккуратненько, солнышко. Цепочка и колечко такое, покажи мне. О, за красота теперь такая сидит тут. Да? Я пришла, что они не хотят переменить. Нет, сейчас Кира не будем так одевать. О, Рихачки. Тоже такое вот ожерелье. Но оно и маловато почему-то. Вот, секунду. Вот на секунду отвернись. Пожалуйста, вот стоит жопа. Вот вторая жопа. На подоконнике. У нас на улице. Только что все мило. Да, митет до сих пор. Это ужас. У нас, в принципе, не сняты наклейки новогодние. Так что, если что, мы нормально. Мы не опаздываем. У нас зима. И сегодня относительно вообще всех дней как-то сходило выгодно. Взяла вот такой гель-концентрат для стирки. У меня был точно такой же, только красный. И, в принципе, он меня устроил. У меня нет таких вот каких-то гелей, каких-то фаворитов, что типа, ой, я только вот этим мою, только этим чищу. Нет. Я вообще стираю абсолютно любые и кондиционеры абсолютно любые. Я понюхала, мне понравилась. Тем более цена. 159 рублей. Вообще шикарная. Так, и вот такой взяла кондиционер. Тем временем я брала кондиционер из Синергетик. Мне очень нравились. А здесь, смотрю, от этой же фирмы. Тоже 100 рублей. 109. Приятно очень пахнет. Вот. И я думаю, почему бы и нет. Только-только сейчас вот увидела, что написано для всей семьи 3+. Ну, да ладно, ничего страшного. Потому что Арина пьет молочко как бы на ночь перед сном из бутылочек. И достаточно часто я меняю их. У нас было две бутылочки. Я пришла, взяла соски. Смотрю, висят последние две бутылки по 45 рублей. То есть бутылка, там соска. Вот. Одну я уже достала Арине. Она попила молочко уже из нее. И вот вторая новенькая пока лежит. Почему бы и нет. И два наборчика тоже девочка купила, который был у Киры. Он там что-то тоже 109 рублей стоил. А у Арины вроде бы 120. Так что вот такие сегодня покупки из магнит-косметика. У меня почему-то всегда с утра он повышенный. Не знаю почему. Опять показывает 5,4. То есть он в течение дня почему-то все хорошо. А именно утром он повышенный. У меня не получается считать постоянно. Так что вот у меня, я раздавала 17-го анализа. Сказали, был сахар 5,4. То есть, как бы, да. А натощак он должен быть до 5. После завтрака, ну, после еды, после всей должен быть до 7. То есть, как бы, в принципе, я, ну, блин, укладываюсь, да. Только здесь после ужина ровно 7, как бы. Но тоже, как бы, я вписалась вот в эти вот нормы. Потом, что у нас получилось. А, вот перед сном должно быть до 5. До, как бы, получается, перед сном я мерила только один раз вчера. И тоже было 4,9. Ну, как бы, в принципе, нормально. Но вот утром всегда вот он высокий. Я не знаю почему. И еще у меня были проблемы с забором крови. Я все не понимала, как делать. Я думала, почему-то надо прям вот на саму эту полосочку, то есть, как бы, наносить. А на самом деле нет. Надо, получается, тут вот в торец. То есть, сюда, и там такая, как прибирочка. Вот. И что тут? Это макароны. Макароны для супчика. Что тут ищешь-то? Ходит ищет этим. Подушечкой. На, подушечка. На тебе. На. Это ищешь? Это макароны. С временем завтрака. Это у меня так Кира порисовала. Надо бы отмывать тут краски. Тут, тут, тут. Тут, вон. Риша, что делаешь? Не знаю, у меня там какие-то свои дела. Так, у Киры сегодня шарик с молоком. Она у нас такой едок-док. В общем, у Киры завтрак готов. Ложку. И все, можно ей кушать. У Арины творог. Творог. Она его не особо хорошо, конечно, кушает. Но, так как у нас тоже мало каких-то вариантов для завтрака. Сырники она у нас не ест. Я и пробовала готовить ленивые вареники, что тоже мне, как бы, не нравится ей. В последнее время, вот, более-менее, вот, что вот, может творог поесть. Творог, сметану у меня получается. И сейчас еще добавлю сюда немножечко сахара. Пока девочки сели кушать, надо обработать брови свои. И они у меня, кстати, стали шелушиться. То есть, по идее, как бы, при заживлении они начинают шелушиться, вроде бы, с третьего, с четвертого дня. И я тут, значит, сегодня утром проснулась. Думаю, что-то, какие-то странные брови. Вон, такие маленькие эти. Не видно. Такие шелушинки. Сейчас я их обработаю и намажу кремом. Можно мазать этим пантенолом, вот. Но мне выдали какой-то крем. Вот такой крем. То есть, он в этих, в такой пачке, как, типа, пробника или что это. То есть, тут надо прям чуть-чуточку, маленькую капелюшку и на брови. Он такой жирный, такой противный. Вроде ничем не пахнет. Вот. А где вот межресничка, вроде бы, там еще ничего, так я мазать не буду. Сейчас тоже пойти надо позавтракать. И... Помыться. Собраться. Я сегодня иду к врачу, к эндокринологу. В три часа. А у нас сегодня будет с Андреем обычный завтрак. И яичница. И порежу, не знаю, хочу помидор. То есть, ну, просто отдельно свеженький, чтобы был. Я сейчас тут, пока разбивала яйца, у меня упала шкарлупка. Где-то здесь. И, в общем, пока я выкидывала всю шкарлупу от яиц, я уже не вижу. Я еще вспомнила. Я когда была беременна Кирой, у меня были странности в том, что я хотела яичную шкарлупу. И я себе отваривала два яйца вечером. Яйца сами не ела, а съедала от двух яиц шкарлупу. Тут вот целую, целиком, прям прям, прям, ты говорила, ну, жевала, ела, глотала. Так, ну что, теперь это действительно доброе утро. Сейчас у нас на перекус будут горячие бутерброды. Здесь у меня получается батон, сметана немножечко, немножечко майонеза, кетчуп. Все это я смазала. Здесь у меня курица-сыр, здесь у меня курица-креветки, здесь у меня бекон и креветки. И тоже сверху все в сыре. Так, что сейчас будем пить чай? Пошла в больницу. Ну, не пошла, поехала, взял пухи. У нас обычно такси, как бы, стоит, ну, рублей сто. А сегодня вообще 220. Потому что такая погода противная. Вот, и не знаю, где моя машина, она должна приехать через минуту. А время, получается, у меня пять минут до приема. Надеюсь, успею. У меня осталась одна минута до приема. Сходила, не посмотрели, посмотрели мой дневник с сахаром. В итоге, действительно, как бы, только утро. Сказали, как бы, утро больше всего контролировать. А так соус хорошо налить, нормальный. Миленькая маленькая. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Кушай. 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 И, получается, мой этот 블�анк, куда я записываю весовой сахар. И сказала, что, действительно, сахар поднимается только утром. А в течение всего остального времени он, как бы, в норме. Почему он поднимается утром, как бы, ну, не особо понятно. вот и она сказала что теперь я контролирую один раз в течение дня как бы и один раз и получается всегда утро обязательно и то есть через месяц мне нужно будет прийти к ней заново на прием и уже посмотрим что будет дальше все те анализы которые нужно было сдать которые якобы были обязательно на анализ гормона щитовидной железы то есть вот единственно что мне скажем чтобы он был хороший как бы все с ним все хорошо все прекрасно все в норме вот единственное что вот поднимается сахар утром и она сказала что уже потом как бы после сделать узи щитовидной железы но чтобы она была потому что я последний раз делала в девятнадцатом или в двадцатом году то есть как было давненько дело но она пощупала как бы и что здесь игры все хорошо как но просто чтобы был как было сделано вот получается сахарный диабет вот это вот гестационный он убирать сразу после родов как бы что его уже не будет ну и все в целом все нормально все хорошо я забыла спросить про иголочки которыми прокалывать сколько раз колоть можно потому что я прочитала что это кто такой красивый это кто такой хороший где-то пишут обязательно нужно как бы одна иголка на один прокол а где-то пишут то что одной иголкой можно прокалывать 10-15 раз вот но я не знаю теперь стало дело то есть получается одна иголка на один день так вот не знаю правильно я делаю неправильно но перед каждым как бы этим проколом обязательно как бы ну руки с мылом это понятно но иголку сама я тоже как бы руками не трогана жена в этой колпачке в таком правильно и правильно поступаю и надо вообще поинтересоваться не хоть продаются у меня осталось три штучки а брови совсем такие облезлые стали я их реально как будто накрасила карандашом и спать с ними легла они прям такие все этот но это вот появились такие вот корочки то есть которые обдирать нельзя они такие сейчас жирные потому что я их мажу к нему сейчас переодевала и вот тут есть вот у него такие носочки эти носки еще остались от кира правда они получается покупали их кири перед садиком кири было два с половиной года а сейчас кири как бы пять с половиной и это вот уже столько лет на спал и они даже не скатались ни разу не скатались ничего вообще с ними не случилось то есть они они как новые так что теперь арина не ходит но у нас арина получается крупнее киры и и ей многие вещи малы то есть допустим если вот даже вот взять вот наш костюм которым сейчас они находят киров не обходила до трех лет то есть в три года штаны уже были коротковаты а куртка нормально а ринке уже в полтора ночью тесно еще мне кажется арина не умеет пить спокойно она вот ложится вот крутится сейчас вот мы сидели с ней вот смотрим мультик она началась и вот что тут такое смотри там и с кирой делали когда в том году делали такую подделку с не на этот в садик к новому году то есть получается в дом прям прям все так серьезно забор упал крылечко тут такое дверь там ручка это мне спасибо для пчелы ой ты чё языком-то умничка аринашка отвлекает ну как тебе вкусно вкусно не у не дашь мне это мое или твое ну судя по тебе но твое здравствуйте юный химик так папа сейчас ходил в магазин и купил вот такой вот набор для опытов какая-то фараоновая змея тут получается у нас таблетка это вот большая которая это уротропин так а сверху глюконат кальция сейчас нужно все поджечь посмотрим что будет это будет змея это будет змея будете смотреть да конечно нельзя без присмотра вот она горит вот дети которым ничего не интересно класс 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 ныбли кого классно После опытов можно перекусить фруктами. Ариночка, вкусно? Да, да. Смотри, как я киви. Давай, давай. Победу повязку с головой. Вкусно? Ты меня обращаешь? Спасибо, солнышко. Она может не хочет. Кто там? Кто там стоит-то? Рин, кто там стоит-то, расскажешь? Долгар скажи. Для меня моя семья, это точно знаю я. Кто зашел, что-то свет, что слово, что не на свет. Для меня моя семья, это точно знаю я. У нас у Киры в садике был праздник, назывался он «В гостях у сказки». Сказка была про репку. Арина у нас перестала любить всякие такие мероприятия, и она везде капризничала. Детки нам пели песенки, показывали всякие сценки. А еще родители со своими ребятами лепили калачки и в конце их испекли. Ариша тоже перепала. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.